да очень вкусно и приходит алексей алексей друнин он же чемпион чемпион обожрался у тебя сразу голос стал громче это очень странно огромный бургер огромный бургер нормальный был не самый лучший что ел но достойный еще подостал немножко и борщ много борща правда будет больше похож на не знаю с колбасками короче он был на соляночку но он был красный итак первый полуфинал бо 5 на карте тайт хантерс да и happy побеждает 31 пока что предварительно но они пока играют первую карту поэтому не будем забегать вперед так голосование закрыт только за донат от стар от 100 рублей грамотно сформулировал инди покидает матч инфи подлагал вчера довольно активно у них там проблемы с коннектом в китае как обычно pink кстати 45 на 124 пользу хэппи они по-моему будут хасты менять же да там вроде что-то в правилах такое было до начала ротация на америке потом на европе какой-то там вполне вероятно и в этом плане конечно грамотно они подходят ну современный pink 120 это не то же самое что раньше 120 до играть можно понятно что преимущество особенно с учетом стиля игры хэппи дает такой пинг и хорошее преимущество но не решающие димон хантер сразу первым героем ла-ла-лайта на этой карте часто берут похож на амазонию в этом плане что на амазонии что здесь очень часто берут димона малое количество экспандов сразу агрессивный криппинг и хэппи зачастую кстати готовится к соперникам не странно не удивляет их всякими опенингами типа там быстро с тремя гулями прийти или что-то в этом духе или там лича вообще взять берн не пожалел лалает а так все равно рига сейчас начнется было похоже как будто бараком да да я поэтому и перепроверил носить случай и ощущение что лавает не слишком часто на этой карте вообще такой опенинг делал как-то вы выглядят не очень уверенно так не кажется ой бедный барак да есть минус барак это именно слалает минус лалает такие вещи уже не прощает фарастай поддержал ваш канал на 100 1 рубль и сообщает ставлю на три двойки ноль в пользу адекватного и хорошего человека нашего брата азиата лавли это там саппорт просто прибежал ставлю 3-0 в пользу адекватного и хорошего человека нашего брата азиата лавли это ну как бы прогноз такого рода конечно он не принимается потому что нужно сразу на три матча но может он по соточки будет на каждый матч ставить но тем не менее у ла-ла это ничего не остается кроме как аркадить и все равно ставить базу другое дело что с без барака и он не будет отстраивать аж а не понял а где-то 2 ну сера нету хэппи знает что там экспант то есть у хэппи все в этом плане четко он стопудово понял что там экспант сейчас зачистит свой скорее всего через верх пойдет попробует отменить да чем добиваться ла-ла это такая ситуация непонятно вообще можно было сразу идти но тогда эльф просто спокойно отменяет экспант и ты теряешь кучу времени все равно выигрышная ситуация конечно да подбежал нет ну да подбежал в принципе я уверен что он сейчас увидел что выигрывает этот матч у хорош диспл да почти идеальный в том плане что такой поздний течь против хэппи ну нереально выиграть с ним потому что он него тайминговый пуш очень сильный он придет когда у тебя там первые две дрядки будут уже с арбой по какому четкому таймингу хэппи приходит на экспантация да просто приходит тогда когда уже 80 процентов сделался этот но гарантированно тоже ничего не может сделать с этим починить его нельзя так что сорян виспо тут не было рядом хотя бы чтоб как-то попробовать арчи у тебя нет потому что барака нет или можешь быстро убивать кого-то еще минус 2 виспо ну пока как бы 10 с очень высокой вероятность hunter's hole с одной базы будет продолжать ловать играть без восстановления экспорт в ближайшее время что уже второй герой должен появиться скоро у хэппича он хочет что ли она гужды здраво леча взять напротив демона это не слишком часто делают просто завтыкал да 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 там сопо блогами и нага это будет надо получается нет ну пока нет непонятно у него дофига просто ресурсов до ноги до ноги не уверен зачем ему прям тут на год хочет дерзко наказать ну чтоб лорница не успел построить подпушить его еще пожестче минус очередной барак после они самая удачная попытка окружить демона как же хорошо димка врезается у него предметы вообще великолепные он и жирный и армор у него есть для предмет я не видел за за платкой минус барак минус все хп тоже ногу взял ну что логично и монвел сверху один то есть надо туда бегать бегать лечиться да мне удобно экспант не восстанавливает сейчас то рискованно особенно против ноги он не в той ситуации что браке на риск это точно это точно но и но я не знаю во что можно пойти ильфу в такой ситуации чтобы иметь какие-то шансы халяви только халяви ты правда как же арчи неудачно за забежали вперед просто вообще от них как будто избавляется практически нарочно на газу без ботинок да или с ботинком с ботинком судя по красу риса а у тебя кстати есть наверху уже тоже лишь или мелко то есть есть до ботинок великолепно обе ноги с ботинком что странно с учетом того что у них не ноги а хвост разбран горит что зрители могут приди на рцг владивосток а там сколько мест кирилл будет а целый клуб одна закроет то есть мы приезжаем и через два дня клуб закрывается да я это имел ввиду а вот сейчас опасный момент а инвульчик а там димка то без телепорта все равно довольно бодренько убегает был бы поршен маны да а все равно может перехватить смотри выходят только кого от мясов сильно зависит кто кого перехватывает и все обсидянка появилась это все равно все в огромный плюс для хэппи сейчас идет потому что он просто похилиться об статуэтку и все полон горит стрим старик стрим стариков все понятно ссори за этот звук какой-то был странный да не фон он тоже это же древний товарищ не ну можно конечно дает еще обер как бы своим стилем комментирования меня усыпляет вот он зрители усыпляет и комментатора второго тоже усыпляет хочешь ли щадам чтобы не спал на комментаторском месте или давай ущипнуть тебя более началось ёпперс это больно было не очень но не приятный атак монобёрт на 61 вот сразу хорошо ты обращайся если станет снова скучно или я понял надо кстати будет еще окно открыть проблема туда прорваться кстати но ты просто плотно покушал это тоже твой мозг сейчас говорит сейчас бы полежать на боковой но если сейчас мне не покушали бы то потом вообще было бы тяжеловато сейчас одна одни игры за другой будет идти согласен там все бы холодное уже было ловлет в медведей играет его какой у него вариант на медведей кстати нормально догнал хотя бы по тиру до лиспов пришлось изрядно потерять хэппи выигрывает игру в которых панк встает и эльф с преимуществом в голде отбивается когда у эльфа все плохо где слот где слот будет турнир это уже второй насколько понимаю турнир под названием рцг russian cyber games прошлый был по первому старику ремастердом она в тромбе добавляется варкрафт информация турнире есть в нашем разделе турниры будет четыре квалификации две азиатские 2 не азиатские и будет отобрана 4 финалисты которые получат оплаченные квоты на финал во владивосток где призовой фонд составляет кажется от 5000 баксов вот поэтому и все это дело одну первая квали начнется в конце этого месяца пройдет в конце этого месяца а сам финал будет кирилл когда точно 14 15 августа то есть в конце лета овер в гостях у майкера слайдер да нет у меня просто руки длинны это не по ой какая здесь ну вроде как репджекнул и там вроде даже тролли что добавляет но дима дима в зоне риска но лимиты уже даже не равны а вероятность наверное низко уже там уже практически все все выставили варианты да и кстати мало кто ставил на победу например лавлета то есть все варианты где хэпи выигрывать с тем или иным счетом наверняка уже закрыты то есть разница в том что как бы в этой игре он выигрывает ничего особо не меняет по шансу вот хапач периодически просто чекает эксп только что гулька вернулась а вот сейчас не очень приятный момент хэпи даже решает телепортироваться потому что эти элементали жирненькие сзади еще добавляют хорошо крипджек но для того чтобы вернулись какие-то реалистичные шансы на победу лалайту нужно чтобы у него сейчас работала база до 2 они первое если кто не понял один в один с хэпи играть но это теоретически возможно если это огромное преимущество вначале получил там перекрепил его жестко и так далее а так вроде бы кажется что плюс минус все равно но это не так а можно обвера как котика на камеру показать я его так не подниму но он может сам прийти если его по коленке к тебе заберет нет давай 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 сломаю давай лучше ты вон видите лёха здесь лёха здесь настоящий хэпи ставит базу давай поменяемся нет давай 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 мне нормально об теперь у меня микрофон он там просто молоко пьет безалкогольная о нифига себе тут гранитный голем здоровенный из него выпадет палеонт ловкости плюс 2 неплохо и джангу понервленная ускоряет атаку героя на 3 и существ и передвижение на 7 вот это да вот это замер а здесь выпало 15 процентов объема наносимого атаками урона восполняется здоровьем союзником ближнего боя находящимся рядом и герою ближнего боя не суммируется с вампирической аурой ты сначала с конца читал да какая разница может я кто там будет я не помню монгол не так не уверен что в монголии так начинается драка заканчивая 49 экспант делается от хаппи или он нару простите нару делает экспант лавлайт на что делает лошлит лошлит ваш лет он делает ставку на то что 50 лимита останется ставка хреновая да то есть прямо сейчас он должен тыкать двух медведей там 2 мг кого хочет в двух лорусах очевидно хочет добавить чего у него по грейдам например например 10 а здесь например 010 на 2 делается спорим спорим не делается блин ну а ты мог вспорить до того как подчекнул это тебя так надежнее как не шуше точно выигрываешь котик лезет да 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 он пытается 80 наверно выйти и посражаться там но у него два героя полук у него ровно такие же герои как у хэппи не считая того что у хэппи еще дополнительно 3 лич а так 4 4 3 4 против 4 3 3 4 если вы понимаете о чем все запомнили сюда макер ленивая жопка на самом деле да но нет короче привет 74 на 56 за это вообще забей чем хэппи если захочет он даже тереться ему не обязательно здесь рядом с лав лав летом да но он контролирует экспанды чё ему по по унижать это милое дело стареечка весь не топ-1 лейдеров 2 на 2 можем сделать здорово-дорого ребят почему опер не стареет блин люди не могут стареть вы хотя бы логически подумайте вы сделали фотку 10 лет назад когда вы были моложе то сейчас эта фотка на 10 лет старее где вы молодой соответственно тот молодой он уже старый он старый я будет и молодее получается чем фотка десятилетней давности это же логично вы-то и делаете сейчас ли ну вот опять заверт он без всего такие темы может задвинуть понимаешь но это же логика обычная базовая так ну да ну так хорошо сейчас лав лет настроит 70 сколько там лимита и придет и отдастся придет на и такой у него план то что момент когда он придет хэпи будет 90 и он будет сражаться уже 90 практически а ну да он будет в позиции такой классный на своей земле под не рубочкой под магазином что ешь да 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 не рубочка магаз очень хорошо быть чего-то я вообще передал передал привет кому передам жод диском ходьером тебе от меня как обещал то есть со . будет у хэпи да или не будет не он бан делает у него даже Зигурата на соточку нет. Удивительно, что ради 9 лимита он в тайком инками сидит. Фиговым. Но он почему-то думал, что Лавлиет, и я тоже так на самом деле думал, что он будет более решительно себя вести. Блин, у Лавлиетта еще такие 10 дриад мертвых. Ну, Лавлиетт решил, что в соточку надо теперь выходить. Возьмем. То есть будет ждать, пока кончится в шахте все золото, а потом поднимет дерево и пойдет. Но учитывая, что на карте не так много шахт, может быть и нормально. На самом деле доход сейчас у них практически равный, как ни странно. Потому что высокие расходы совсем печальные. По 8 золота получает Хэппи, и по 7 Лавлайт. Так и есть. Так что, в общем и целом, жить можно. Зигурат на соточку. Гриды почему-то не делаются. Все, еще 1-0. Это странно. По-моему, а тут уже 3-0, кстати. Хэппи немножечко в растерянности. Почему этот кореец настолько не пытается выиграть? Что мне делать? Все предыдущие Ильпы пытались меня выиграть. А этот делает что-то не то. Ну, я бы в такой ситуации мог отдаться Лавлиету, но Хэппи вряд ли это сделает. Так что, все хорошо. Если Хэппи внезапно проиграет этот матч, то этот мир перевернется. Шансов тут проиграть никаких. 9 гиппосов в засаде. А финдов сколько? 4, 5, 6. 6. Ну, теоретически... Нет. Еще нужно штук 5. Но гиппосов продолжает строить. Фейрик. Какой же грамотный фейрик. Но гиппосы уже 3-1, а финды все еще 1-0. Это минус. Это большой минус. Я играть на защиту заказал только. 95 лимита. На 80. Дестроеров у них задача сажать. А если не будет дестроеров, то медведи могут... Все три медведя просто покарают землю. Что вряд ли. Сейлэс 90 активировал премию. Тут, к сожалению, у Лавлиета очень много лимитов в дриадах. И это... А они на такой стадии... Да, да, да. У них периодический урон. Если будем на земле сражаться с аурой Деки, яд будет очень сильно нейтрализовываться. Они сами разваливаются вообще в салат. Осадный колодец. Да. Короче, в идеале ему нужно было больше количества медведей. А им тут за время матча не доплачивают, нет? Это очень похоже на то. Ну, хэппичип можно понять, на самом деле. Для Лавлайта можно понять, на самом деле. Да, доход-то ровный. Практически. Хэппич ждет, пока Лавлайет перейдет базой, и тогда уже нападет, чтобы без колодцев. Угу. То есть это вполне стандартное... Ну, и логичное решение, я бы сказал. Смотрите, я могу удалить. Отдалить. Ну, шахты еще есть. Три штуки на карте. Поэтому... Если бы Хэппи точно знал, что Лавлайет не будет вообще агрессию проявлять в течение этих минут, он бы, конечно, не выходил из 80. Но... Блин, у Лавлайта сейчас 3-3 уже будет. Ну да. По грейдам. Ну и получается, да, что Лавлайет последние 7 минут он проводит время эффективнее, чем Хэппи. Просто за счет того, что даже с одной базы получается столько же. Тут уже подготовил местечко. Интересно, кстати, что именно здесь подготовил. И что, драка в поле? Иллюзия медведей. СЛС-90 поддержал наш канал. На 100 рублей сообщает. Спасибо за лампу. А, в этом плане. Да, место такое сомнительное. Ой, сейчас сюда полезет. Ой, плохо. Медведи, короче, сзади. Максимально плохая позиция для Лавлайта. Хотя два колодца, конечно, грейдена. А гипосы-то что? Ну, да, они не успевают и контролируются. Ну вот и нет гипософошек. Хэппи очень. Ну, хэппи лучший НД, который контролит против гипосов. Практически идеально. Он и всегда очень будет на фокусе. Очень сложно сажать его достро. Ну, и 80 на 60 минус миндайминговые виски. Обратите внимание. Пришли. Корейцы всегда играют до последнего. У них есть эта армия игрока. Дух. Самурайский. Хотя не уверен, что в Корее были самураи. Да. Ну, очень душно. Это была катка, я бы так сказал. Да, и с основным своим преимуществом в виде божественного контроля хэппи тут особо не воспользовался. Больше было похоже на катку обычных таких стандартных челиков. Делаем 100 лимита. Нападаем. Падает Тима. Гэгэ. Так, сразу в следующий игр заходи. Она будет создана вот прям вот прям сразу. Аж ты уже сядешь. Не, не, нормально. Я сижу. Так, для этого мне нужно как? Крылышка и болит. Панду перестали пикать, как сильно понерфили. Ее много раз сильно нерфили, да. Последний раз даже чуть-чуть апнули, но недостаточно. Ее просто грандиозно нерфили во множестве патчей. Ну и сейчас слишком активные игры идут. То есть все стараются в полный контакт играть, а не крипят. Сейчас и карты такие уже менее подходящие панди. То есть на какой-нибудь ТМ там можно. Нападаем, когда у нас у обоих будут герои 5-5. А на таких картах, несмотря на то, что они все здесь профармили, все равно у эльфа было 4-3. То есть третья нага получше третьей панды сейчас. И панды нужны там куча итемов, хороший левел. И желательно отмена пары нерфов. Блин, я тоже засыпаю. Это может из-за своего света здесь? У меня глаза. Мне кажется, нам кислорода не хватает. Или кислорода не хватает. Потому что... Прям вырубает. Да, прям вырубает. Но ты-то поел дофига всего. Меня не слышно, я не в микрофон говорю. Ну и славно. Так, оп, оп, оп. А куда же деваться-то? Зачем я полез с микрофоном? Профессиональные деформации. Так, я... Я открываю дверь на балкон. Я открываю окно. Но у нас в Белграде просто 20... Сколько там градусов. Поэтому... Сейчас будет кислород. Может, это комментарии обверг просто-таки? Скорее всего, нет. Не-не-не, я не устал. Не-не-не-не-не-не-не. Не-не-не-не-не. Happy Rage Quit но лэ ушел, если что. Что еще раз? Happy Rage Quit но лэ ушел. Конечно, конечно. Придюджий оппонент из 2 на 2. Конечно. Написал что-то. БРБ 2 минс. Я не знаю, что такое. Что-то профессиональное. Написал что-то. Юнук на фтаркуль. А где Микер? Спрашивает ууху. Здрасте, мы тут. Он справа. Рядышком. Просто не хочет вас видеть Гостбат, беленький беляк С андроидовского приложения Кстати, я думаю, через пару дней У нас и iOS-овское приложение Хорошее новое выйдет Видишь, как Классно сидит Чудесная кошка Такие котики Блин, я уже соскучился по своим котикам Все, пошли, пошли Это была максимально скучная катка На самом деле С одной стороны, было понятно, что Отдав барак В такой ситуации, в которой оказался Лавлиет Ему Хэппи не того уровня, чтобы Он запустил цепную реакцию На свой проигрыш через 20 минут Да, да Эффект бабочки Нет, спасибо Еще? Чайку сделаем Как можно вообще комментировать турнир без чайка? Чайку Чайки Одна проблема Чайок большей части утащили за город То есть там есть, например, ромашка Я точно помню Потому что я ее вчера делал С микрофоном Пух недавно приехал, да В начале стрима заходил А, так вот Блин, я думаю, откуда этот душнина? А, он тут навонял, да? Своим душным духом? Предлагаю вам устроить бой Нет Пуху с микером Что это такое? Оооо А мясо кто-нибудь будет? Как это называется? Карпачо Сочувствую продать Будешь? Я полностью наетый Очень тоненько, наверное, вкусно Так, все Старки не принимают Садись Две минуты прошло Предлагаю дать тех лус Лавлайта За то, что Хэппи не пришел вовремя И двинуться дальше Кто тут есть? О, пришел, ладно Так, где тут Предупреждение? В моих руках власть Которая ей не снилась Моему отцу Какой счет? 1-0 Надеюсь, не надо говорить В чью пользу Russia Central Сервер Какой пинг был? Не знаю Какой пинг был? А, нету команды внутри Ну, я их не знаю В любом случае Абер, направь вторую вебку На майкер Ты так делал Я помню Он был у тебя Да, но Есть небольшая проблема Он не у меня Проблема Zoom 2 500 Нет? Не работает? Жаль Да Надо счет еще обновить Сможешь в бустере поставить счет? Ты умеешь? Блин, как все сложно Хлоп Молодец Не тот только Постоян Хлоп И А можно просто было минус 1 Видишь, мы переделали эту штуку? А, нельзя А, ты же видел уже, наверное, да? Так Вторая игра Надо повеселее комментировать А то Я заметил уже Что начал Начинаю подстраиваться Под стиль комментирования Леши Так, я не понял Это претензия Наезд Или поезд для драки Покажите пуха Нету пуха Ну, как бы нет таких психов Худшая хэппи на картах Против эльфов, кстати Да, он здесь чаще проигрывал Фоги, чем где-либо И что? Ну, а что, удобно Карманный эксп Очень сложно на халявку Сломать Барак Очень близко Находится к экспу То есть он доходит И помогает Барак сажать Ой, экспант сажать Во время криппинга Почти нереально Потому что он идет сквозь лес Туда просто не прорваться Никаким макарм Карта маленькая Что для андеда Скорее тоже минус Потому что Ты не можешь за Ты не можешь затянуть А у него Олдскульный билдец Через некрополис Потому что он первых гулей Отправлял Да Ломать барак Да Погонять виспов У него не удалось Сломать барак Что в принципе Плохо Но Все равно Начало Не такое ужасное Как может показаться 127 на 44 Был пинг Доди Ду Дарит Гост Бату Беляку Примачок Спасибо Доди Ду У нас отлично Относятся к новорегам Во-первых Это фишка Леш Что Беляки На 24 часа В чатике Во-вторых Сами пользователи Не только отщеглят Поставят Соответствующий смайлик Но очень часто Просто подарят подарки Слушай Оооо Здравствуйте Что там подъехал Русбрейн Со своими Со своим меценатством 50 человек Бывшие синевики Были Жестоко Истреблены На месяц А у тебя Эти наушники же есть Ты же можешь Один наушник взять Могу Слушать Но не буду Хорошо Я вообще Абсолютно Хорошо отношусь К синим К белым И к нормальным Зрителям Так Ничего не вижу Плохого Так В разных цветах Да Это модная позиция Сейчас Поддерживаю Полностью На любой Кипиш Блин А почему Иногда Камера Отъезжает Не знаю Может Скролл Задеваешь Просто Что там Ви в обе Написал Не знаю Но могу Посмотреть Если тебе Интересно Спасибо Почему Мою сестру Зовут Роза Потому что Твоя мама Любит Розу Спасибо За ответ Да не за что Белый губ Да Так А в это время Два носка У демон хантера Плюс 6 кагили 6 кагили Насколько я помню По этим там Клевым табличкам У хэпи тоже есть носок Так что все хорошо Носок Да Носок Ему пригодится Учитывать Отсутствие героев Агильных хвандеров Короче 6 кагили Добавляет Блэйдмастеру Как ты думаешь Сколько Дпс 9% Там 25 или 26 Процентов За счет скорости Атаки А и еще Минимальную Ронжу Да То есть Этот носок Один носок Почти такой же Как перчатки Скорость Прикинь Да Всегда любил носки И скорее всего На мне сейчас 2 Впрочем Это показатель Ну что Лавла Это Минус тп И второй носок Для хэпи Ей Добби Свободен Два раза Так идет Драка Не очень хорошая Странная Решил Принять бой Хэпи И в итоге Минус три гуля Капец А вот это Кстати больно было Неизвестный Поддержал Наш канал Трисо Понятно Чем Почти двух Носочного Калечного Абвера лишили Партнерки на Твиче Поэтому он решил Вернуть Гудгейм Отвело в кольцо Бафнутое Кстати Не плюс 2 А плюс 3 Да, Димка Жесткий Очень жесткий Трисо 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 Хорош Это не для тебя Абвера лишили Партнерки на Твиче Поэтому он решил вернуть Гудгейм Обратно Блин Мэйк Гудгейм Грейт Аген Да Трисо Трисандра Михайловна Ты достала Давай выгоним Ну раз уж Гудгейм Виноват Раз уж Гудгейм Виноват в том Что у меня Тобрали Партнерку Конечно Мне нужно Теперь Закарабкать Гудгейм Обратно Пожалуйста Бери Виспа Виспа У нас Панерки По вторникам И пятницам Варить Обычно Кричат Маунтинг МК МК Не Не полностью По-моему Маунтинг Маунтинг Контроль Контроль Азара Поддержал Ваш канал На 100 рублей И сообщает Тоже сотка Беру В конце Мож народ Себе Соберет Победил кролик Который заблокировал Демон хантера Так Ну в целом Я не вижу Экспандаула В лета Как там будет Не будет Это странно Потому что он здесь Уже должен был быть Выращен А он с одной базы Играет Блин Ну это не тема Фогич Он бы хоть посмотрел Как Фоги Хепича Тут катает На Амазонии Смысл в том Что можно сделать То же самое На 5 секунд Позже Но с экспандом Там без Т3 Там без Т3 От первой атаки Там отковыриваешься На козах Чисто на козах Там еще барак С протектором Ставится Да Погремушка Плес Повезло Ну на самом деле Так себе Для двух Трех Медведей Которые будут Которые больше бегать Будут Кидать Риджувы Лич теперь Двухносочный А я думал Что не будет Он продавать Потому что Два носка В конце концов Это тоже 12% К скорости атаки Плюс броня Да Так Мы решили Что Функции Которые Какую-то Ответственность Несут Они должны быть Всегда видны Ну чтобы В штатском Ты тогда не должен Без этих Ты должен быть Без прав Короче Чтобы человек Если Ну Тебя видел Ты знал Четко Что у тебя есть права Это как Не знаю Ты при исполнении Должен обязательно Или там С маячками С звуками сигналом Обязательно должен Двигаться Для того чтобы У нас нет Еще такой касты Когда goodgame Выйдет на ipod Смешивают И по Это где Не знаю Ну наверное На московской бирже Все таки Короче 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 У нас Лавлиет Который наивно Полагает Что с хапачом А почему наивно У него Все шикарно Сейчас Ну такое Ну про прокачки Он лучше Поэтому чуть лучше Минус тп Сделал хэппи Ну и минус Еще там 15 лимита Тогда три гули Здесь сейчас Что-то Натерял Телепорт потерял Нет Сейчас ситуация Лавлиета Такая Боевая Но я бы Все равно Ставил базу Сейчас на лимите 50 Просто ему Надо закреплять Экспандом Это все Да А не Ничем Да Просто на этой карте Кроме как Экспандом Ничем Закрепить Абсолютно согласен Зажать Зажать ты его Ну зажмешь Ну карту Ты что там Не соберешь Уже все Слушайте А я кстати Не рассматривал Вариант Что этот майкер Меня зарепортил А я даже не знаю А я даже не знаю Как это делать На твиче Да Ты любой бы Кто зарепортил Так и сказал А бы там Боничи Еще на твиче Забанили Параллельно Мы стримим И я тут Понятно Да Да Ну он процитировал Этого щегла Который говорил Лох И вот это вот Да Ничего страшного Я сейчас не стримлю На твиче Так что Уже несколько месяцев Он теперь Который дает Плюс 5 5 Между прочим Угу Не кухры и мухры А тут Капюшон Ловкача-то нету У хапача Нет ловкача Угу Ну лечу Пойдет Плюс урон Плюс ловкость Ты где же Экспан-то Ловлет видимо Будет сидеть на мите 50 И все Да И делать грейды Как в прошлой игре Что в прошлый раз Понятно Но просто без Огромного Без огромного Гэпа Угу Не ну Но в целом Ситуация сейчас Значительно лучше Чем в прошлой игре Так Скорость атаки И армор добавляет Да ты прав Проблема лишь в том Что нет никакого смысла Сидеть на 50 И не ставить Экспанд Да Деньги все равно У тебя на руках Деньги то есть Это вопрос Полутора медведей Вот реально А почему И главное что Хэппи Только на какую-то Халяву мог этот Экспанд В этой ситуации В последние там 3-4 минуты Снести То есть он не мог Прийти и в лоб Убить Лавлиета Ну то есть мог Но у Лавлиета Все равно преимущество То есть Ну Понятное дело Хопом она Берн Прям в лицо Да очень неприятно Хоп Минус Арча А что там по стафам А Стаф есть Но мы Не пользуемся Ну Хэппи так делает Коэлнову Что надо Ну она долго летела Там только одна Арча Была доступна Вторая по крайней мере По убийству Да Что ты хотел Там О-о Пошли 2 виспа Тайминг Ну это упущенные 2-3 тысячи голды Просто вот Просто Упущенные Он потерял Арчей Решил А-а-а Да Вот это Отличная тоже Логика Капец То есть Реально У него Было там 4 минуты Когда Хэппи Не мог нормально С ним сражаться Сейчас он теряет Парочку уинтов И решает Что нужно Закрепить это Экспандом Блин И Хэппи Проверяет сразу Этот экспанд Неадекватный Ёпперес А может быть Он проверял Экспанд Который типа Уже должен стоять Вполне вероятно А не тот Который Стравится Только только Скорее всего У него сейчас Бровь так Вверх поднялась Что за 15 минута Экспанд И что теперь Вообще делать Просто Хэппи Делает грейды Делает На 80 Лимит Изигурат Пытается оценить Есть ли вообще Что-то у лавла Это Стоит ли вообще Бояться Ну и козочки Просто уже Раз Минус одна Закопочка Дастики Мы не покупаем Дастов нет Вот Что хэппи Научил Фогича Так это дасты Покупать всегда Не купишь дасты Не убьешь Ничего в бою В принципе 75 Любой Я думаю Хороший Андетт Быстро Учит Людей Покупать 50 стоит Это просветка В мастерской Гоблинов Да что у тебя За дурацкий Микрофон Почему как только Начинаешь Чуть-чуть В сторону Говорить Он уже Ничего Не Что за фигня Михаил Натей наушники Ты будешь Слышать себя А не Я ненавижу Свой голос Вообще Слышал Как я говорю В чем ты Михаил По-моему Они на муве Летят На дустро Да там еще Карты Дофига А тут говорят Что арчи Голосовали Против Экспанда Поэтому Пришлось Слегка Демографию Поправить Прежде чем Мужская Часть Населения За расширение Экспансию Агрессивную А женская Была За мир Дружбу И Однобазовые Страдки Хэппи Хэппи Не среагирует Да Вообще Никак А зачем Он всех Медведей Превращать Чтоб Один Риджув Кинуть Это нормально Вообще Никогда Не играл В турнир Слышай Лавлият Риджув Накидывал Превращает Пять Медведей В Друидов И Обратно О Висплей Смотри Правда Маны Уже Ни у кого Нет Такие Че Че Делать Будем Мужики И И Экспанд С идеальным Таймингом Просто Да Да Ну, интересно, они хоста будут менять или нет? Потому что, все-таки, тут пинг-то у них солидно разный. Хотелось бы посмотреть на обратную ситуацию. Шарик, ты сыграл в 20 классный ручей? Нет. Боже, игра шикарна. Ну, там моя сестра снималась. Да, 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 ну, как-то, 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 как-то. Это превосходно. Я предлагаю махнуться не глядя. Я пойду выпью чего-нибудь, а ты сядешь в свое неудобное кресло на свое неудобное стримерское место. Я не знаю почему. Он сам какой-то весь кривой. Видимо, это место идеально под него подходит. Такая палка у него кривая. Это Михаил. Сидит вечно как-то. Непонятно. Без обид. А, тебя не слышно, Майкель. Ну, это было две минуты назад, так что. А, нормально. А, почему? Подожди, поговори. Стой. Да, реально не слышно. Не слышно? Нет. Ну, вот так чуть-чуть слышно было. Армию игроков. Вот ну баз, господи. Батарейки сели. Дюрасел. Не покупайте дюрасел. Энерджайзер. Нет. Подождите, энерджайзер тут тоже лежат рядом с дюраселом. Конченые. Ну, закончившиеся, ладно. Заходи. Не могу. Они запаузили. Они ждут, пока ты батарейки поменяешь. Хэппи сказал, подождите. Мне не слышно, что там Майкель комментит. стрим на заднем фоне открыт пишет но не слышно майкера сек он в чат пишет миша у тебя тебя не слышно что тебе нужны батарейки я нет я не пью никогда вы что ни при каких обстоятельствах особенно воду блин такой отстой конечно не кресло нормально еще майкер заменят батарейки вы в основу услышать сейчас тоже не слышно логично блин представляете у него микрофон на батарейках насколько все криво сделано ну ладно сейчас должно быть слышно и и очень тихо слышно не нормально да я же вижу точно хорошо но эти тоже садятся в ту же что же секунду хэппи написал go ну go тогда чем так отдельный поток без задержки что ну да все лучше для императора я не знаю насколько этих хватит там уже кончат 7 лимита ловли это но он не сдается целеустремленный товарищ молодец тут чё-то лича у хэппи нет как нет и вообще лимита нет у хэппи да что как это произошло на паузе подождите демон пятой с половиной что домой пешком пойду да я думаю не собирался сегодня не тоже все все тоже этом экспант еще стоит что ли и он добывает даже они чё на паузе играли что ли это нечестно слушая здесь можно от ковыряться еще наш но про там все равно 60 лимита к описать 4d нет нет и ноги нет жалко жалко немножечко и и а я нашел еще одну батарейку у ладно если когда следующий раз пропаду говорите снова я а ты будешь сидеть здесь ну тогда ты пропадешь она никто не заметит закрыли чате вы закрыли чате таких батарейках майки работает не знаю где он поставил но по моему с частотой замены батареек микрофоне он на батарейке работает как минимум половина донатов уходят на батарейке обер наведи на игру то а видимо я пропустил часть игры просто на окно видно да прикольно вообще сейчас destroyer например 1 5 5 лимитного сжираешь да и уже близко к шестому но экспанду то нет а там main должен заканчиваться уже это железо шкаляра 300 в мэйне 300 михаил 300 я не триггерюсь на такие шутки финал очка вот это вот все это другие другие шутки а как называется ворта в варкрафте подземный я не играл когда вов не знаешь нет вот отстой я все время забываю тоже отлично у тебя работает ассоциативный ряд ну хорошо обер меняй апсайд отчет не очень согласен поменял уже так побежала дерево посмотрите эльфийская халявная и теоретически учитывая то что сейчас середина ночи середина ночи а попробую это самое развернуть и f10 нажать и и зафиксировать поворот то есть разворачиваешь разворачиваешь камеру нет разворачиваешь именно сейчас escape f10 точнее не не отпускаешь пейджоп понимаешь нет эти потом покажу короче а лёша когда на следующую игру мы меняем апса вам понравится не не так не так такой ты ну ты не знаешь как эту штуку делать ладно в теории короче говоря здесь demon hunter 6 может зарешать двумя носками то и капюшоном у него нормально одет ботинок два носка капюшон чисто извращенец по моему пытается прорваться героем андедовским берни телегу у у у у да там став михаэль говорит да показывайте игру уже эй слышни капси не кричи на нас мышь на тебя не кричи ради игры собрались я не понял из тебя еще хуже трактор и вообще надо забанить за такое да как можно в россии высказывать свое мнение против власти тем более ты вообще нормально ой гиппогрифы жалко очень до 46 лимита на 58 бедный лалайт ческа пач придет но он же так надеется на 2000 xp весь не гнева они не пить даже имя другое себе не берут когда превращаются в демона так два гиппогрифа смело нам да может еще дестройера поднимет вот пришло ну ему надо хоть что-то убивать там красный красный дестройер красный финт вернуть хороший щас был на 88 просветить с собой от просветок здание никогда никогда надо контролить фэрик прилетел ей вообще биты дк дима у баланс когда вот такая молния происходит это значит димка умер там да почему не знаю анимация такая когда идет она не всегда идет когда он подох но когда она идет он всегда подох не знал ну действительно лалайва игрока подох подох на помню помню этот эпичный момент в два на два он воскресил богатый 22 лимита у него к сожалению тюрьманы не хватит на ильтимейте минус 2 нет одного решил не добивать добейся сначала в смысле добей так еще чем-нибудь одно надо убить и чтобы ноги не было рядом прежде бедный миша недалеко его ставку есть по ушам блин там надо бернете деку потому что он а он инвул про про пропил грамотно когда понял что уже не избавиться но так за счет мунвелов и за счет у него были на мой взгляд шансы какие-то но все равно 6 лет 6 дк 3 аура так от ноги избавился теперь экспу не будет воровать грамотным все хорошо до конца неужели 30 все-таки не 31 даже да не а будет 31 ставка сыграет а почему не с канала обвера потому что моего майкера логично да стримит майки почему-то не с моего канала стримишь чё за фигня давай я буду ездить отдыхать ты будешь стримить на мой канал все довольны доход пополам хотя не канал то мой 80 на 20 у нас каупе шутка была про 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 четверть когда бы него разделил на четверых сто процентов ему почему-то досталось 15 по его же математике до сих пор да это было странно как же дима хочет 6 монобер на 9 тележка вот настолько он хочет 6 ох все но это конечно тут уже не можно еще рядками поконтролить серьезно вперед серьезно здесь пыльнул что-то красиво так здесь надо аккурат 20 стрельбу это насколько здесь под х 1 пока 55 до санды кей наконец-то ультимейт пригодился а нога скоро воскреснет нормально все хорошо он отнимает в процентах чем крепче здания тем большого отнимает типа 4 4 процента в секунду если правильно помню то есть он убивает за время действия любое здание Абсолютно любое. И в этом как раз плюс колоссальный. Медленно сравнительно, например, с форсером. Да блин, я не привык... Тут надо в чертов микрофон говорить. Я хочу тот микрофон, но Миша мне его не отдает. После этой игры, пожалуйста, бери. У него этот микрофон надо прям вот так в него говорить, чтобы вообще хоть что-то слышно было. Профессиональный, блин, сетап. Что это за свет с Алиэкспресса? Душит. Ладно, свет с Алиэкспресса это еще нормально. Но почему у тебя микрофон направленный? А если рядом Женя что-нибудь говорит? Ее же не слышно. Это, между прочим, классический Шуры SM5B. Запомните, Шуры FM SM5B. Никогда не берите такой. Нормальный, подкастный, хороший микрофон. Плюс для вокала хороший. Просто запомните, какой микрофон вам не нужен. Шурс. Запомнили? Если что, в повторе можете посмотреть, записать. Что угодно, но не он. Вот, рядко харасит. Блин, такой Лолайт душный, просто 19. Вот какой Леша, иногда бывает, но Лолайт вообще тут полный душнила. 19 лимита, 19. Его в три раза меньше, чем Хапача. Без шанса вообще на продолжение, у него даже экспанда нет. Опа, Лолайт, Лолайт. Минус, Лолайт. Так это же почти шестой левел. А, ну извините. А, у него цель просто шестой. Что угодно, как угодно, но получить шестой. Две козы, два героя, всем разданы ЦУшки. Ну, тут тоже два бома и два героя, знаешь. Ну да, почти. Так что. Козы берут на себя бома. О, открывается Лолиэт. Что у него? Две пары. Оп. Став. Ай, ну как? Ну близко же было, ну ты че? Ладно, держи микрофон. Только зайди сначала. Молодец. Ма- Хорош! Хорош! Горош! Ты не достоин править Ордой. Как тебе Варкрафт фильм? Один, кстати, из лучших фильмов по играм. На мой взгляд. Учитывая, что 95% из них были запокаплены. А Mortal Kombat? Он же плохой вроде. Ты не смотрел, что ли? 1995 года. А, 1995 топчик. Безусловно. Друзья, здравствуйте. Здравствуйте. Мы сегодня смотрим финал Warcraft 3 Champions. Шестой сезон. Два на два посмотрели, поплевались. Вот. Сейчас смотрим и вполне не удивлены происходящим на экране. Хэппи против Лолиэт. Я удивлен, что Лолиэт настолько не сопротивляется. Ты чего, кот? Чё скоблишь? Так, у нас, кстати, скоро Авер отключится, но я буду оперативно менять батарейки. Мне бы ещё найти что-нибудь. А у тебя такие батарейки на 5 минут, да? Ну, они с последних сил просто стараются. Ой, спасибо. Почему у перекупщиков? Ты не пробовал аккумуляторные? Брать их, можно заряжать. Да, у меня есть пара аккумуляторных, но они не заряжены. Ага. Пишут проблемы. Фикс прайсе, короче, 12 батареек 50 рублей. Что? Ну, кстати, батарейки нормальные, они просто солевые или какие-то дапы. Они не текут. С чего им течь? А, это да. Ужас какой. Это извратительно. Да, 2-0, 2-0, друзья. Счёт 2-0. Ждём, что будет дальше, но мне кажется, будет 3-0. И те люди, которые... 3-1 вообще-то, я же делал уже предсказание. Да поздно сделали. Правда, оно повторное было. Кто это? Верните Абера, говорит Хамелеон. Хамелеон спрашивает, Хамелеон спрашивает, понимаешь? Странно, что не трактор жаловаться начал. Миша, можно в чат скинуть ссылку на игрока, на игру подекса с Абером против Верди. Ну, это потом её отредактируют, я слышал это видео. Замутят потом. Да можно, конечно. Это эпическая была игра. Да. Просто эпическая. Хамачан говорит, а куда нормальный стример делся? Он, кстати, прогрел мне место. Пропукал кресло. Неплохо. Верни Абера, чё присел? Чё присел? Чё присел? На пенёк сел, должен был косарь отдать. Три минуты перерыв, говорит. Какой пинг там у Лавла? Это 250? Они могут прямо здесь менять сервак. Так что это настраивается. Чё-то по пингу, конечно, полный. Для Лавла это полная беда. За то время, что вы батарейки меняете, можно было два раза до ближайшего магазина сбегать и купить их. Займись. Что вы начнёте? И Лар подарил один премиум. О, Лар подарил один премиум. У меня везде почему-то батарейки не пальчиковые, а мизинчиковые. Что за подстава? Вообще, сегодня просто сетап такой, что два микрофона разных. И вот так вот. О, Арктонс пришел. Хэппи выигрывает 2-0. Вообще, без интриги, без шансов. Игры очень пока что мутные. Забавно, что Лавлайт каждый раз выбирает на России играть, потому что у него лучший пинг на центральной России. Да, Б5. Потом будет второй полуфинал, к сожалению, Фогич вчера... О, Вест-Индия, смотри. Вот, кстати, неплохо. 150-120. Вот справа внизу Russia Central. А, камера стоит. Не, нормально, мы видим как раз. Западная Индия. Слушайте, да, скинули ссылочку на подокс против... подождите. Да, это та самая карта. Блин. Ну, ты 3 и потом лаган. подождите. весьма не любит оскорбления. Да, это было в 2010 году. Так недавно. У него теперь детей. Ух. Да? Азара переподписан 6 месяцев. Я запутался, сбился со счета. Кажется, начинается третья игра. Остались они на том же самом хасте, на котором мы были. 120 на 40-50. Вот. И карта Turtle Rock. Не самая, на мой взгляд, хорошая для эльфа. Нормально. Да? С учетом стратегии, которые Лавлайт играет, нормально. Побегать демонам по крипицам, потом посражаться. В экспанду он, как ты видишь, не любит играть. Да. Поэтому единственный глобальный недостаток, что тут сложно в экспанду играть. Не страшно. 200 рублей и сообщает, как только Майкер заменил как только Майкер заменил Акпер мой антивирус перестал ругаться на ГГ. И что это значит? Ты понимаешь? Да, я знаю, что есть проблема, может быть, уже ее нет, если перестал ругаться, что на мою страницу ругал, если что у меня тут вирусы не вижу. Вот теперь вижу. Невероятно. Невероятно. И зачем он там? Ну, криппинг фастэксп. На красный? Да. Боюсь, что с одной арчей-то это никак не закрипишь. Он начнет с этой, а потом... Я думаю, что он хочет закрипить шоп. Через деревья просто прожраться и закрипить шоп. Это явно не ради красной свой выходной провести без обвера. Волан-Дэ, у меня для тебя тогда плохие новости. Не получится. Все. Меняй. Ты видишь, что творит? Такое просто ответное душнило просто. А я к тебе и не собирался, так что. Можешь спокойно проводить свои выходные без меня. Не в этот раз, да? Ну, в плане, если он хочет без меня их провести, он просто может стрим закрыть. Он, я думаю, имел в виду, что не хочет, чтобы я к нему приезжал в Улан-Дэ. Иначе это единственное логичное объяснение. Хэпич делает разведку и вполне вероятно скорректировать несколько своих планов относительно Хараса. Увидев, что эльф что? Что происходит? Что это был за марш? Я не понял. Ну, я бы на месте ДК сразу туда побежал бы. Потому что, не, я все-таки на оранжевую. Но он, скорее всего, из-за разведки решил, что. Да как можно Демон Хантерм и Арчу с бараком закрепить красную? Да не красную, на шок пойти. Через деревья. Окей, ладно. Ну, фигня в любом случае какая-то получилась. Да, очень странно. Когда поменяли, что нет ближних респов? Давно, не помню когда, но давно. На турнирах это вообще уже миллион лет сделали назад, но не на всех. На многих турнирах не было ближних респов и раньше. Угу. Там какие-то VGL-ные Dartle Rock'и были еще какие-то с логотипами везде. Так, счет надо поменять действительно, а то у меня лавлет выигрывает. Но так оно не сработает, я проверял. Они что-то не особо на мой счет ориентируются. Он спулит жирного бамбра на красный зажмет Арчой бараком. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а калита барак здоровые сетку кидают роль и ставку пил это кстати 2 дима сын талис подъезжал ваш канала сын талис 33 рубля и сообщает кстати да твоя страница и правда какая-то загадочная и ведет себя не как остальные единство которая может повиснуть и крашнуться и чаще умирает если не в активном табе в отличие от остальных стримов и вебка глючит не тех людей показывает вы когда зара поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает давайте после чем по ладир каждый по разу кстати нет ну то есть мы скорее всего закончим сегодня так же как вчера ближе к десяти и устремимся устремимся михаилу еще по жопе всех бить парить будут желающих он главный навариватель бронет банить будем так выпадает фиговый артефакт отличный артефакт второму герою от койла новый великолепно защищает жаль кстати нас было не работает мисс до фигин делаешь в койлу новую мисс мисс до свидания было красиво чуть-чуть димки не хватает до третьего целом артефакты неплохие тир готов вот любопытно он собирает а нет барак возвращается он видимо рассчитывал да там випс говорит что и была какая-то тема с такой халявой что можно с одной арчой крепить это все дело но хорошая разведка подстройка грамотный и все ну ладно уже совсем другие такое впечатление что лавлайт совсем в себя не верят что такие темы пытается провернуть но не сильно много потерял при этом при всем это да пандарийский пивовар например у нас еще 2 для темпа дышит это правильно потому что кеша дикий ячмень да да кеша он такой при таргет барака делать немножко панда терпит но надо нормальная клику по для зоны 2 панда жезл похищения я даже запомню пожалуй ты собрался на всякий случай да но мало ли да да это опасно уметь уметь бить так что запоминает запоминай кеша дикий ячмень ну и все ты два дрян очки ну и погнали мне кажется связочка дима панды все еще актуален актуально некоторых картах особенно если играть в эксп с друатками чтобы не сильно затягивать игру да но почему именно на этой карте панда затрудняюсь ответить может привязан к экспу то есть чтобы спровоцировать человека на битву когда у тебя еще ну типа третья панда но у него нет прокачанных героев дорога как раз обычно для такого ногу берут стипа пораньше подраться как 4 от гулю на криппинге это не хэппи куда ты дел хэппи минус финг не минус 2 2 гули финда так еще фокус сейчас еще третья гулька может лечение спа хост наконец-то там убил этого огра подлечился но это было больно айти шагры бежать держал ваш канал на 100 рублей обверг почему забросили спидран варкрафта расстроил карми к к кстати понял тебе там написали лишь потому что спидран варкрафта надо пять месяцев троить прежде чем получится нормальное время это очень скучно и нудно так подожди ты же скилловый нет да но там часть от рэндома зависит пока там комп правильно блин походит понаставили капканов пойду я от вас вернусь я к вам каким-то макаром отец посток позвонил сразу вспомнил что тема не гу а что я стрим ведом все 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 это нормально завтра по плану сори что отвлекся но на самом деле тут ничего не произошло правильно ведь оба крепились все и все живы правильно а хэппи делал разведку на экспант на правой верхней а он сам ставит он наверное и делал и уже принял решение что пусть он не будет давить может быть блин а подокс и боннивор это разные люди что ли нифига себе для дни черт артур чека сейчас но они оба из ростова как бы возможно оттуда у тебя объединение произошло свое с краснодар это далеко и растут тоже юг да и от ростова наверно недалеко это херк выкрутился молодец так двор очень напрягает какое сообщение от него почему напрягает но мы тоже на самом деле не смотрим особо игру в это время панда уже четвертого уровня лексо и поддержал лексо и драз рублей сообщает спасибо застрян да хавку чувствовал а вы меня сейчас что у вас уже плюс 20 в белгороде сейчас затопит в белгороде тут хард хорошая погода на майские праздники лавла это большой лимит естественно лимит ну конечно обратил держал ваш канала зыскали и сообщил лёха брат твоё золото лёха спасибо за брат блин как же плохо стелепортировать сюда лает без здоровья без счастья и у панды смотри он долгое время думал что ему взять на четвертом но не взял пассивку он взял винные пары вторые что ты об этом думаешь да он все еще рассчитывает на то что хэппи не сконтролит и не задиспелит да очень наивно полагать может он никогда с хэппи не играл но играл я точно помню да что за псы сегодня говорит алекс ри да вообще рука кривые нормально даже криворукие не могут сказать как же хэппи грамм это подразвоем подразводит заставил стелепортироваться отступил круголя навернул и при пришел снова на этот самом деле у лапла это лимит вообще не боевой да поэтому он т3 так мусор какой-то бегает ну и и почему-то он странно игнорирует наличие экспанда у противника ну чё он нормально его устраивает этот ситуация вполне хэппи еще причем на лимите 50 посидел какое-то время с экспандом пора пора нанимать профессионального профессиональных апсов до коли где бонич бонич не приехал у бонича майские корпоративы и он майские корпоративы вполне вероятно этого мы точно не знаем пока не в принципе да но не в этом конкретном случае данте и здравствуй и опять копать просто выходит на этот но там грамотная арча уже стоит все четко контролирует и возможно даже захочет лав лав лет разменяться но проблема в том что хэппи может и нычка убить а потом еще стелепортироваться и бой дать потому что козы своими копьями будут убивать очень долго блин такой у лала это вроде как ситуация была хорошая но он взял и дал этой этой базе работать полчаса ты вообще помнишь как обычно фоге париться чтобы эту базу не дать поставить да там бегут демоны со стаффом да 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 все что угодно но не дать достроиться о понеслась интересное тп минус дестер кстати панду то неплохо то да панда здесь вообще от отлично отжигают учитывая то что не дистро и не очень хочется их поднимать да уже и нет разменялся даже в ноль хотя должен вообще с таким лимитом эльф разлетаться был в щепки чтобы он пандой продолжал дышать то уже подзабыл немножко что что есть такая у него обилка действительно ману на ультимайт оставляет так мы без просветки да о вспомнил с а может он ждал связки как когда будет и то и другое мана без панда без манам кажется еще была тоже минус легкий нет просветки финды регенит сэлла лайт отлетает 3-0 от хопача вообще без интриги без какой-либо борьбы причем у него в в двух играх в двух долю были ситуации когда он был среди спорезы жаловаш канала металли сут рублей сообщает игра игра еще игра зачем зачем нам игра на нашем любимом радио милки милкир вот но он первый раз ним не закрепил преимущество экспон а во второй раз проигнорировал экспант врага вот и все где такие очень базовые ошибки которые очень легко допустить против хэппи если слишком часто против нее не играешь ну и все здесь уже не отпускает сейчас еще 5 лич при всем желании киндов он никак не убьет а вот так убьет при том выглядит очень легко для хэппи но на самом деле если бы играл андет послабее то это бы выглядело совершенно по-другому да экспант работает эльф отчаянно пытается отбить свою базу огромное количество трупов коз ну есть правда трупа щегули и финда но больше здесь мы и порошок кому все-таки надо купить был это было что так что не понравилось как поставил смысле некрасиво деревьях деревьев что это было вообще что это было такие как будто реально light тильтует ой берн хороший тоже на 60 панда приходит свиточек сразу в фонтор поздновато диспайлин заметил destroyer так что пьяные пауки долгое время мазали очень сильно 62 на 49 медведь появляется нет в теории в теории здесь можно отбиться хэппи просто добрый император и дал своим подданным прибухнуть так может его просто отставить и снова отступает лалает пытаясь восстановить себе здоровье и ману но кажется за то время пока он будет сейчас собираться с мыслями ему наконец-то базу-то убьют он не хочет ее сдавать можно понять как насчет новый кстати там еще и мунвельчики а хэппи может тыкнуть на самом деле с телепортироваться так просто чисто показательно о порошок не входить все ты вы тоже я щас хэппи не понял он как будто думал что а может посражаться все таки но просто как два три финда сдохла всего дальше отлично у эльфа только-только достраивается экспы еще минуты добывать не будет и без трех добывая с трех до с трех жесть какая макро просто ну можно точно сказать что фоги несмотря на заливку свою тоже хэппи в прошлый раз 0 3 играл значительно лучше играл на играл игра была равна чё ты вздыхаешь так это мазара снова скинул там чё заблочено походу опять будем смотреть финал андет в сандет не верится что флайна пихнем на на пинге бахнет экслорда нехтай представившийся как доминатор поддержал да ладно доминатор сообщает привет майкер из белгорода придавай привет брату диану из далекого начала двух тысяч клуб навигатор да солидное количество народу передам сегодня только димку видел и возможно они еще на слухе играют за городом доминатор доминатор навигатор хорошо можно запомнить я помню на центральном рынке кажется навигатор клуб был в белгороде а может есть даже кажется потому что другой очень ладно он знает он вспомнит demon hunter 5 да на герой 55 конечно или full не позволяют сдаться но еще кажется что еще чуть-чуть ну 80 лимита против 58 наличие двух свитков у двух андетовских героев привет бонник это как-то подозрительно что во всех играх по экспандом хэппи впереди я тоже думал что фоги пройдет но он почему-то икс лорду вчера прегнар проиграл 0-2 икс лорд он даже не близок хэппи чем ну то есть он близок и даже выигрывал его но по статистике over all конечно ему далеко все еще может здесь рейнджерку надо было брать 3 там дрядки есть все равно полезное такое тоже и так у тебя герой 55 толку нет а эльфийский герой очень опасные фаерлорда можно от солберн тоже диспалиция крип лорда power lord сложится в 3 секунды но хэппи живо может расконтролить как царь и сложится в 4 я там сейчас будет телепорт и защита базы из позиции лимит это нормально ловла это да она половина кос опять блин и пошла атака честно говоря хэппи тоже не сверх уверенно играет и кажется он перестраховывается дико но главное то хотя есть такая тема когда соперник играет как-то криво ты на всякий случай да у тебя тоже немножечко так и наконец-то легче отключился батарейки сели я пробую новую пару да да я слышу тебя не знаю будет ли еще батарейки или нет так вроде запустилась есть еще на полчасика хватит продолжаем ура битва ей самое время пока ментит 150 моноберн demon hunter очень битый рэп battle на меди падает дестер хороший берн но надо сказать в таких битвах панда значительно лучше чем ногах конечно показывает даже нерфли на нога иногда в таких битах просто пропадает будучи зеленые полностью даже лимит практически ровные да вот 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 так вот но опять же герои 6 6 ладно 6 6 5 5 и 6 хэппи привык просто когда у него он тремя финдами достроя мая бомбом должен расконтроливать 80 лимита а тут у него все время больше непривычно и какая-то фигня короче происходит он здесь даже не пытался кайтить понимаешь он просто вот стоял и сражался хотя там было чё покайтить может в этом и есть план лавла это но пока как расслабить императора перед перед флайом или перед кем перед икс лордом сейчас просто два шестых левела будет ультимейты у эльфа полезнее конечно чем и в целом это все равно маловероятно их да но в целом этот вас лучших ультимейта в игре боевых но если сражаться через атаку туда и говорю боевых хорошую берна 5 о только теперь телепортировать димана некуда он чейн вултом рубил там загорел шоу риджу дима болеет из-за деревьев стоит прорвался наконец-то риджу пошел мой панда хорошо и какой диспл видел двинных паров сразу destroyer полный не старается ловлетка моноберны классные ща будет шестой дыха и все говорит время да и малолевать наконец три база у хэппи алина 4 жена ну да 33 это же main то мы уже не считаем за базу самый богатый андет современности forb стоп 100 как вы заработали такие деньги просто ставил экспанды проклинал рудники кем вы работаете шахтером проклинаю рудники падает main 55 лимита на 90 на 90 вдумайтесь и сейчас 100 будет у хапача просто вот он продолжит строить будет у него 100 на 55 контролить проще и толпа коз причем больных коз дпс мылась на зритель сразу новых дима берна 80 здравствуйте трость я на тебе опять же панда панда кормит дестройеров маны дико коза не могут подойти нормально тут же отваливаются это 3-0 друзья это сто процентов 3-0 уже без шансов да я думал что лавлайт сможет хоть немножечко придумать чего-нибудь но это похоже последняя битва то что дима телепортируется на эксп за который идет сражение да он кстати какому из экспов тогда бахает первому что был построен может быть или даже не к этому этот последним был построен панда нет панда падает party machine спрашивает по поводу белгорода в отпуск я не знаю не могу тебе посоветовать что я мало по городу хожу почитаю в сети наверняка есть информации много хэпич проверяет находит только одну базу эльфа понимает что тот несчастный лавлетт тоже это понимает пишет гг выходит гг выходит